Укрепить фундамент, восстановить лепнину и вернуть былой вид Одесской филармонии. Реконструкция памятника архитектуры в полном разгаре. Подрядчик обещает закончить все работы за полтора года. Сохранить аутентичность 120-летнего здания задача не из простых. Впрочем, подрядчики настроены решительно и оптимистично. 25 лет назад они уже работали с данным памятником архитектуры и понимают всю сложность и ответственность. Все работы проводятся в рамках президентской программы «Большая реставрация». На объект уже была выделена субвенция в размере 30 миллионов гривен. Мы предусмотрели в рамках первого этапа работ усиление фундаментов. Усиление фундаментов непростое, усиление специальными сваями, буронабивными. Второй этап – это демонтаж аварийных участков декора. Здесь очень много аварийных участков. Мы предполагали, что демонтаж аварийных участков декора составит порядка 30-40%. Но даже сейчас поставленные леса показывают, что объем участков декора, который нужно демонтировать, потом аккуратно пронумеровав, складировать, отреставрировать больше. Насколько больше, сложно сказать, но я думаю на процентов 10-20 больше. Несмотря на все работы, артисты пока еще остаются на сцене и активно готовятся к завершению сезона. Как уточнили в облгосадминистрации, им придется временно съехать ближе к весне, когда приступят непосредственно к реконструкции зала. Они остаются. На сегодняшний день мы пока что бачим по календарному графику робот. Это 20 сентября, 1 лютого 2022 года. Но будем смотреть, если мы где-то затримуемся, а какие-то там возникают у нас дополнительные работы, и что они смогут остаться еще на отпрацювании. Но мы, скажем так, в співпраце вместе с ними и пониманием, и не будем зачипать ту сферу, где они пока что находятся, то они будут работать. Как только мы дойдем до тех объемов работы, которые нам уже не в змозе, мы будем залишать их, ну и придется на какой-то час все-таки сменить дислокацию. Кроме филармонии, в президентскую программу 2021 года вошли также два музея. Одесский художественный музей и Одесский музей западного и восточного искусства. На их реставрацию с бюджета страны уже выделили по 15 миллионов гривен. Однако заместитель главы Одесской облгосадминистрации уверяет, это только первый транш. Основную сумму прибавят уже в следующем году, когда приступят к активным ремонтным работам. На сегодняшний день какая ситуация? По палацовой базе мы ждем на оскаржение. У нас закончится через 5 дней процесс оскаржения. И будем заключать договор с предприятием. По художественному музею у нас вчера антимонопольный комитет Украины рассматривали вопросы оскаржения от других подрядников. Ждем от них, какие будут результаты. И тогда будем доповедать дальше. Более того, Сергей Подгайный анонсировал, что к марту подготовят большой план реставрации до 2030 года. В центре Одессы намерены отреставрировать фасады и отремонтировать литературный музей и музей морского флота. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.